так мои хорошие сейчас будем разбирать вот этот стеллаж на балконе один тепличку не будем пока балконную разбирать хочу сразу же начать снизу у меня там удобрения и всякие средства химзащиты я по ним сниму отдельное видео у меня везде пакеты с землей со всяким разным брата у шифле я уже рассказывала про бедолагу про это я потом расскажу вам обязательно удобрение так просто хочу рассказать это мы перекрашивали мебель там самом деле не мебель а двери но это у меня тут грунтовка вот это все осталось вместе с тряпочками этим лаком глянцевым акцента я крашу свои грошочки в этих икеевских тоже стекляшках кое-какие удобрения лежат здесь у меня лейки чуть-чуть раньше здесь бегония росла осталось это краска тоже для моих грошочков кисточки и пульвики там еще стекловинный лак но я когда буду снимать видео про делание грошков изготовления и обязательно расскажу так давайте сначала вот про этот шикарный филадендрон я даже знаю как он называется у него один единственный остался листик было несколько по моему два или три было листика он растет в таком большом кашпо потому что у него было много корней сейчас я не знаю сколько у него корней я его не откапываю он у меня стоит самой тут просто задохлик самой тени мне очень он не нравится я его купила как бы на сдачу шикарных этих людей которые на проспекте стальчик у метро автова продают свои растения там маленький такой магазинчик есть семейная пара занимается растениями комнатными у них очень хороший ассортимент есть редкие растения я у них купила два растения они у меня оба благополучно сдохли вот это вот второе вот она вот в таком состоянии это не их вина это у меня руки из одного места но к ним я конечно больше не пойду потому что раз не повезло буду покупать из закупок тем более такой простой рад филадендрон и он у меня помре не знаю было много корней а что осталось и груд вот эти все грунты намешанные которые там все всего чего хочешь и все такое питательное и классное а в итоге растения в них дохнут я решила ставить его уже в этом грунте ничего не менять умрет так умрет хотя понимаю что то грошок конечно для него большой но корней там правда было очень много растение само по себе было большое я не хочу вообще с ним заморачиваться простите меня можете ругать не разрешаю так это сингониум венланда в красивом вот таком кашпо не кашпо даже горшке уже с дыркой глиняном она тоже с такими высылами очень красивая мне даже не хочется его него избавляться такой она немножко с эффектом старины очень красиво смотрится кстати сам этот стеллаж это икеевский тоже купила на авито у перекупщиков всяких вот очень классный этот стеллаж и витша по-моему называется такой одинарный так насчет венланда хороший сингониум у него есть эти желтит почему-то листья вот эти старые не знаю вроде бы у него там растут из этого же стволика новые листочки но эти старые он что-то все зажелтил я их не обрезаю я ко всем растениям так отношусь если они сбрасывают листья я жду когда он полностью уже их отсушит а потом уже их снимаю так ему здесь вроде бы неплохо он конечно от жира сильно пересыхает и причем быстро то есть грунт очень рыхлый у него не знаю может быть его нужно на что-то другое пересаживать более какой-то может сколько чипсы или в торф тоже пересадить или в серомис поливать просто водой не знаю но так там вроде бы неплохо смотрится его здесь кстати тоже несколько штук у меня было куплено у разных девушек и покупала посадила все в один горшок пышненько растет пускай растет так моя лаказия black velvet многострадальная по-моему я ее купила в семи да я купила в семи цветах ноутовой базе вот у нее тут один лист сок полностью буду убрать не что-то про него тоже забыла там сзади валяется не растет не растут у меня лаказии в моем грунте намешанном и ни в каком грунте он не растет растет только либо в серомисе либо мхе все не внули либо в торфе еще но в торфе тоже нужно за ними следить они торф быстро пересыхает клубень быстро пересыхает все они умирают так что с этими лаказиями не знаю может быть я пересажу ее может быть дождусь пока у меня там еще одна лаказия из клубенька вырастет посмотрим что у меня было всего их три одна стоит во мху под колпаком наращивает массу зеленую это стоит просто в грунте и на воздухе на стеллаже другая стоит в грунте но в тепличке а-ля теплички тут на балконе все они себя плохо чувствую типа они не были так это у меня колотей white fusion тоже начала уже грустить у меня кончики сушить до этого вроде бы неплохо росла тоже покупала ее с рук тысячу раз говорила себе не покупать не часов но это было правда было давно еще в декабре наверное я ее купила нам очень долго обрастает пока вроде бы ничем не болела я по крайней мере не замечала это тут и киевский горшок не знаю может быть я ее даже продам она мне как-то ну она конечно красивая вроде бы по красу но не доставляет ли никакого пиетета я к ней не ощущаю то есть у меня есть что она есть что ее нету я как бы спокойно к ней ровно дышу не знаю бывают такие растения него даже венгландо это больше нравится чем это колотей посмотрим дальше следующая полочка это у меня филадендрон медиапикта триколор мне его продавали как просто сканденс бразил вот с этим листиком я увидел на фотке листик решила что это медиапикта триколор мне его надо за 350 рублей мне его продали и от него уже отрезала череночек череукоренила отсюда отрезала тут там видно что ствол такой разноцветный красивый жду когда чего-нибудь еще новенькое здесь появится чтобы его продать эту вместе с горшком я продам это растение хотя тут видите сколько еще место тут можно расти мы и растить и он не растет я не знаю корней там было дофига там несколько череночков было 1 щеку это зеленый лист другой тоже не очень интересный лист это мне кажется из-за того что это еще хозяйки листья вот они в чем-то тут измазаны какие-то они ну видимо в темноте и росли прям видно что растение было в темноте где-то совсем может потому что зимой зима была хотя и в марте покупала уже вроде более-менее должно быть так вот эту я выставила на продажу никто не берет селты пикану хотя она красивая за 600 рублей отдаю вместе с горшком такое растение вроде бы неплохое есть новые листики разворачиваются вот эту к лист плохой но он в принципе так-то нормально но с краешка немножко подгоревший почему-то не берут на авито его еще и с горшком не знаю что надо людям так и не знаю пока просто в торфе сидит один такой отросточек он просто отвалился перри пересадками жалко было выкидывать я посадила в торф пускай растет может когда-нибудь меня его и приобретут так здесь у меня эпипремно ванжой по моему нет это хэппи лиф кстати это хэппи лиф какой-то ванжой превратившийся был такой вот симпатичный с таким сплэшем а стала такой полосатый просто еще и на солнце особо не раскручивается как-то весь черница не знаю то ли большой горшок для него хотя я свой эпипремно мне он тоже посадила в такой горшок хоть вот таким маленьким растением он уже разросся порядочно сижу жду алаказия юкатан принцесс такая здоровенная в темноте у меня просто стояла мы не в темноте но в тени и поэтому у нее вымахал такой стебель огромный с листом вот она один лист там уже отмораживает у меня другой зато растит ну и есть еще у нее деток много вроде бы как растет симпатичная вот видите у меня тут горшок порта 11 я просто меняю местами эти здесь прозрачная вставка белый горшок а там белая вставка и парень горшок прозрачный чтобы следить все-таки за корнями и вообще за всем тут у меня всякие горшочки лежат тут у меня grow plant ну ка фокусируйся grow plant тут у меня немножко лечуза там я какой-то торф везде у меня тут а ваза и киевская тоже стоит и стаканчики так сейчас я спрыгну отсюда так чтобы не убиться в общем такой вот стеллажик про один стеллажик вам рассказала быстренько потом уже буду про тепличку рассказывать так конечно красиво ничего не скажешь спасибо за просмотр и это